Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече, которая посвящена работе со счетами фактурами, с отслеживанием статуса, ну то есть к закрытию, подготовке к закрытию года. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным, например, время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, в этом случае вы можете немного позже вернуться на сайт и посмотреть запись. Мы выкладываем записи наших вебинаров и возможно еще какая-то информация вам попадется, которая вас заинтересует. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика ДНС Галина Гардыш. Собственно, тема нашего сегодняшнего вебинара, вы видите ее сейчас на экране, посвящена как работе с первичными документами, так и, в общем-то, изменениям, которые, если можно так сказать, в административную часть были внесены, то есть каких-то дополнительных, сильно революционных изменений они в программе не вызвали, но мы будем все равно с вами смотреть, как с этим работать. Наша сегодняшняя встреча будет таким образом построена. Нормативную часть информации мы будем смотреть по нашим слайдикам, а потом будем переключаться на демо-базу. Сейчас я переключусь вот таким образом. И уже на демо-базе смотреть и ручками трогать то, о чем мы с вами поговорили. Итак, начинаем. Значит, самый первый момент, который мне хотелось бы озвучить до того, как мы уже углубимся в нашу тему, это в связи с тем, что в этом году, ну, так же, как, впрочем, и в предыдущие периоды, то есть в 2023 году было внесено очень много изменений, дополнений, изменений и в первичную документацию, и в регламентированную отчетность. Нужно в первую очередь проверить актуальность вашего релиза, то есть на чем вы работаете. Сделать это можно вот таким образом, то есть это у нас раздел НС и администрирование. И у нас есть вот такая пиктограммка, она есть во всех конфигурациях, и в зарплате, и в бухгалтерии. И здесь мы вот такой пункт ищем и с точечкой, то есть это информация о программе. В первой строчке указан номер релиза платформы, то есть на какой платформе работает наша 1С. И чуть ниже у нас указана конфигурация самого, то есть релиз самой конфигурации, и, соответственно, вы можете посмотреть, у нас сейчас один из последних релизов. Он был выпущен 23 января, так что, в общем-то, один из последних, обратите внимание, 2.5.15. То есть в некоторых предыдущих релизах были найдены, соответственно, и ошибки, внесены дополнения. Так что здесь у вас есть возможность более комфортно в этом релизе работать и с казначейскими счетами, с госконтрактами, и некоторые другие ошибки были устранены. Так что обратите внимание, чтобы вам не пришлось вручную изобретать велосипед и как-то корректировать то, что в последующем просто устраняется обновлением нового релиза. Так, мы с вами уходим отсюда. И еще один момент, поскольку практически вся подготовка к сдаче годовой отчетности, то есть и баланса, и остальных форм отчетных, у нас связанных с тем, что мы проверяем работу каких-то своих коллег, ну, то есть, например, работу с банками, работу по проверке контрагентов и так далее, то есть много сервисов, которые, в общем-то, стоит проверить, подключены у вас или нет. В соответствии, например, с вашей подпиской. В этом случае мы с вами посещаем раздел НСИИ и администрирование. Он у меня сейчас вот открыт. Мы вот таким образом сейчас делаем. То есть вот у нас раздел НСИИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И у нас есть блок администрирования, и интересовательно в этом случае будет интернет-поддержка и сервисы. В зависимости от того, какая у вас подписка, то есть подписка может быть техно, а может быть проф. В зависимости от версии, определенные сервисы будут вам доступны либо за дополнительную плату, это если у вас техно, либо бесплатно, это если у вас проф. Значит, если мы переходим сюда, то, соответственно, мы можем подключить. К сожалению, мне функция подключить недоступна, потому что у нас демо-базы, и они, соответственно, не выведены к интернет-поддержке. Ну вот, если вы по вот этим ссылочкам пройдете, то вы можете посмотреть и более подробную информацию. Я, к сожалению, не могу только показать, как это сделать. Ну и, соответственно, вам будут доступны и другие новости. Интересует нас этот раздел в первую очередь для того, чтобы проверить, подключен или нет, сервис проверка контрагента. Если у вас, например, ИТС Техно, то вам этот сервис будет доступен за дополнительную плату, но, в принципе, она абсолютно корректная, то есть 4800 рублей на год. Если пересчитаем месячную стоимость, то, собственно, получим совершенно адекватную цифру. И вот здесь мы можем посмотреть поподробнее, что эта проверка позволяет, и таким образом она может быть вам полезна при работе, например, со считаемыми факторами и с другими разделами конфигурации. Снова сейчас с вами переключаемся на наши слайдики. Это мы с вами посмотрели сейчас вот этот слайд. Еще раз для тех, у кого хорошо зрительная память развита. То есть это у нас раздел МСИ и администрирование. И в разделе администрирование нас интересует интернет-поддержка. Ну, а теперь немножко теории. То есть на самом деле, к сожалению, у нас уже много лет подряд в отношении НДС и счетов фактур можно, скажем так, руководствоваться старым анекдотом. О, дорогой, вы знаете, как считать НДС? Да, о, тогда вы самый крутой бухгалтер в России. Ну, так, к сожалению, у нас, поскольку НДС это наиболее часто, ну, скажем так, корректируемый, наверное, налог, который за год имеет несколько всяких разных изменений. И этот год у нас не исключение, к сожалению. Итак, счета фактуры. То есть со счетами фактуры у нас в этом году тоже связано несколько изменений, и мы про них сейчас поговорим. Ну, то есть общий порядок хранения счетов фактур у нас, в общем-то, тоже несколько раз корректировался. И на данный момент у нас, в общем-то, действуют правила введения счетов фактур, которые утверждены достаточно давно, достаточно древним документом. То есть это постановление правительства 1137 от декабря 2011 года. Обратите внимание, то есть это уже достаточно длительный период по нынешним меркам. И согласно этому пункту у нас счета фактуры должны храниться в журнале учета счетов фактур в хронологическом порядке. И, соответственно, правила с дополнением этого журнала были достаточно... тоже изменялись одно время. Это было необязательным ввести этот журнал. Потом было необязательным его подавать в налоговую инспекцию. Ну, собственно говоря, сейчас 23-24 год он ведется. Но поскольку у нас ведется все в электронном формате, то есть у нас весь документ, наоборот, по НДСу связан с электронным форматом, то, соответственно, и к журналу учета счетов фактуры у нас предъявляются, ну, как бы, особенные требования. Сейчас срок о ныне электронных... Обратите внимание, что это электронные счета фактуры у нас 5 лет. Раньше фигурировал срок 4 года и так далее. Но на данный момент все-таки это составляет 5 лет. И здесь можно сделать еще один акцент, что поскольку у нас счета фактуры передаются только в электронном формате, то распечатывать электронные счета фактуры компания не обязана. Потому что раньше, например, действовало положение, что счета фактуры должны быть распечатаны и подшиты в журнал. И к этому журналу должен быть приложен реестр счетов фактур. Сейчас компании не обязаны распечатывать эти документы. Регулируется это письмом налоговой инспекции от 2014 года. Вы видите, выделено жирным шрифтом. И, собственно, обоснование под такое положение такое, что электронные счета фактуры – это оригинал документов. Поэтому они должны храниться именно в электронном формате, без распечатки на бумажном носителе. И подтверждают такой порядок письмо Минфина. Обратите внимание, уже от 2016 года, то есть два года потребовалось на осмысление этого требования, и появился документ Минфина. И есть одна тонкость, с какого момента у нас считается срок хранения. Потому что, собственно говоря, все бумажные документы первичные и так далее имеют сроки хранения, которые компания должна соблюдать. И, соответственно, если эти сроки нарушаются, то компании грозят штрафные санкции. Что у нас в этом случае с счетами-фактурами? Значит, со счетами-фактурами срок хранения счета-фактуры начинает считаться с того периода, в котором он последний раз использовался для составления налоговой отчетности. То есть, когда он был записан в книгу покупок-продаж для подтверждения доходов и расходов, то есть, например, для подачи декларации. И это регулируется у нас уже письмом Минфина от 2017 года. То есть, в 2016 году Минфин принял постановление о том, что нам не нужны оригиналы, точнее распечатанные бланки. А в 2017 году он пришел к выводу, когда надо с какого момента считать срок хранения. Еще немножко нормативной информации. Кроме того, что нам нужно при закрытии кода, при составлении годовой отчетности, нам нужно проверить всю первичку. В первую очередь, ту, которая касается начисления налогов. В нашем случае мы говорим про НДС. Соответственно, это счета фактуры, книги покупок и книги продаж, ну и декларации, естественно. В каких случаях мы можем, точнее не можем, мы обязаны продлевать пятилетний срок хранения счетов фактур. Срок хранения счетов фактуры увеличивается, причем, ну очень существенно увеличивается. Это связано с налоговыми вычетами по НДС. Это у нас регулируется правилами. Вторым пунктом 171 статьи Налогового кодекса. И звучит это так, что мы можем применять вычеты НДС и переносить их в пределах трех лет с момента принятия на учет товаров, ну работы, услуг. То есть с момента появления у нас счета фактуры на данные ТМЦ или работы. И, соответственно, если мы заявляем перенос вычета, то, естественно, счет фактуры хранения будет увеличено. Книги покупок и продаж, в том числе доплисты к ним, хранить четыре года требуется. То есть обратите внимание на разницу. То есть если счета фактуры мы храним пять лет, то книги покупок и книги продаж мы должны хранить четыре года. И, соответственно, счет срока производится с того момента, когда сделана последняя запись в книге. То есть получается, что у нас не состыкован, если можно так сказать, срок хранения. То есть счет фактуры храним пять лет, книгу четыре. Ну на практике, как вы понимаете, естественно, все приравнивается к одному и тому же сроку. И пять лет мы благоразумно все храним. Ну, во-первых, хочу немножко обратить ваше внимание на то, что даже документы, которые подлежат утилизации, не просто так подлежат утилизации, а требуется составить документы о том, что ликвидировано, что на каком основании, никто разрешил. То есть это есть отдельный ритуал, если можно так выразиться. То есть соответствие требованиям, которые предъявляет законодатель для уничтожения архивных документов. Естественно, соблюдение этого ритуала основано на том, что у нас есть санкции за нарушение порядка действий. В этом случае нарушение сроков. Ну, в общем, за все на свете. То есть когда у нас возникает возможность у налоговых органов проверить, соблюдаем мы эти сроки или нет. Естественно, специалисты налоговых органов не будут приходить просто так на организацию проверять, храните ли вы те документы, которые обязаны. То есть у нас в случае, когда всплывают такие нарушения, это в основном, когда налоговые предъявляют вам какие-то запросы на предоставление этих документов. А у вас оказывается, что вы уже, как раньше писали, у них тоже на уранировании. То есть не предоставление по запросу налоговиков каких-то конкретных документов. Вот в этом случае налоговики считают, что у вас произошло грубое нарушение правил учета. И нарушение именно грубое правил учета может привести к занижению налогооблагаемой базы. В этом случае вы заплатите штраф от 10 до 30 тысяч. И если не привело к занижению налогооблагаемой базы. В этом случае у вас будут штрафные санкции другие. И, соответственно, в зависимости от того, сколько не уплачено налога. Из-за того, что сроки хранения не соблюдены, на компанию может быть наложен административный штраф. То есть это у нас КОАП. И в этом случае мы попадаем под действие пункта о нарушении правил хранения, комплектования и использования архивных документов. Это статья 13.20 КОАП. И у нее предусмотрены штрафы. Вы видите размеры штрафов на экране. Но поскольку у нас сейчас идет ужесточение, ответственностью ужесточение штрафных санкций, то здесь стоит оговориться, что это вот на данный момент, и не факт, что, допустим, через некоторое время эти штрафы не вырастут в разы. Поэтому обращайте внимание на такие моменты. И, соответственно, если у вас необычная ОООшка, ААО, то есть акционерное общество, то здесь штрафы достаточно большие. Обратите внимание на это и посмотрите, то есть во что вам обойдется нарушение сроков хранения. И, соответственно, чаще всего для подстраховки эти документы хранят более длительный срок. Ну, естественно, самые длительные сроки хранения это у документов по заработной плате. Но, тем не менее, мы помним, что и за налоговые, точнее, за НДСные документы у нас тоже есть шанс нарваться на штрафные санкции. Еще немножко теории, так сказать. То есть, как вы помните, у нас счет фактура не относится к первичным документам по одной простой причине. Потому что при оформлении операций для сопровождения, скажем так, операции применяются первичные документы. И, например, поступление или реализация происходит на основании либо накладных, либо актов. А счет фактура у нас не является обоснованием, то есть не является первичным документом. Счет фактура – это у нас чисто налоговый документ, который подтвердает начисление и правильность начисления НДС. Ну, вот здесь обратите внимание, что в этом году у нас тоже были небольшие изменения. То есть, к первичным документам у нас сейчас будет относиться кассовый чек, чего раньше не было. Платежное поручение, но оно и было первичным документом. Ну, естественно, акты выполненных работ или оказанных услуг. То есть, раньше, когда счета фактуры в общем-то не только в электронном виде подавались, а подавались и в бумажном формате, то действовало правило, что при отсутствии документа, то есть счета фактуры, или при неправильном оформлении документа, налоговики могут не принять к вычету НДС, который указан в таком документе. Но поскольку сейчас у нас обмен электронный, то есть мы счетами фактурами обмениваемся только в электронном формате, то, соответственно, такое требование уже, в общем-то, становится не особо актуальным. Но, тем не менее, все равно много проблем возникает с корректирующими счетами фактурами, с аннулированием счетов фактур. Вот этот вопрос мы чуть-чуть поподробнее позже с вами рассмотрим. Но помнить о том, что счет фактуры не является первичным бухгалтерским документом, вот об этом стоит помнить, потому что подать счет фактуру и сказать, что это документ, который сопровождает, допустим, отгрузку, вы не можете. Обязательно должна быть другая документация. Ну, естественно, это чаще всего товарные накладные, например, торг 12 или какие-то аналогичные. Может быть, сокращенная форма, но в обязательном порядке накладные. Еще достаточно часто возникают вопросы, а что делать и в каких случаях у нас не нужно выставлять счет фактуры, например, потому что мы что-то отгружаем. Ну, естественно, счет фактуру не обязаны составлять организации, которые не являются плательщиками НДС. То есть не являются плательщиками либо потому, что применяют спецрежимы, либо потому, что операция, которую сопровождают данный вопрос, скажем так, либо потому, что операция освобождена от облажения НДС, ну, например, по 149 статье, либо когда реализацией не является территорией Российской Федерации. Ну, естественно, как я уже сказала, при спецрежимах, то есть либо упрощенка, либо патентная система налогообложения. И здесь нужно быть очень аккуратным, потому что, если, например, предприятие, которое работает по упрощенке или предприниматель, который работает по патенту, выставили вам счет фактуру, ну, вдруг ошиблись, у бухгалтера приключилось озарение, и он забыл, в каком режиме он работает, и выставил вам счет фактуру, то в этом случае вы должны будете эту счет фактуру принять, зарегистрировать в установленном порядке и подать декларацию по НДС. И, соответственно, если вы являетесь покупателями в этом случае, то вы имеете полное право такой НДС принять к вычету. Ну, если не являетесь покупателем, а являетесь продавцом, то в этом случае вы обязаны сделать все действия, которые требуются при работе со счетами и фактурами, и подать декларацию, даже если вы не являетесь плательщиками НДС. Еще один момент – это журнал. Журнал счетов фактур, именно который касается касается текущего времени. Как я уже говорила, журнал учета счетов фактур – это, собственно, реестр. Реестр полученных или выставленных счетов фактур. То есть, фактически, это налоговый регистр, который был введен в 2011 году, то есть знаменитое постановление правительства 1137 от 26 декабря 2011 года. И, собственно говоря, в нем фиксировались все счета фактуры, которые в предприятия поступали. С 2021 года в форму журнала счетов фактур применяется новое постановление правительства 534 и обновили форму журнала в связи с введением прослеживаемости товаров. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу. И здесь вот на чем мне хочется сделать акцент. Обратите внимание, что у нас есть два раздела, то есть раздел регламентированного учета, где у нас блок 1С отчетность, в котором собраны ну как бы все отчетные формы, которые мы подаем. И, естественно, декларация по НДС тоже у нас сюда входит, если вы являетесь плательщиком. Когда мы запускаем, например, вот переходим по ссылке 1С отчетность, запускается рекламная заставка, где программа себя хвалит и хвалит сервис 1С отчетность, то есть не блок, не раздел, а именно сервис. Обратите внимание, что этот сервис позволяет работать напрямую сайтом налоговых органов, то есть ввести всю переписку, сдачу отчетности и так далее, минуя операторов ТКС. То есть если, например, вы работаете с такими операторами, как СБИС, Астрал, Калуга, там, Контур, то в случае применения сервиса 1С отчетность, они становятся вам не нужны, и вы можете работать напрямую с сайтом налоговых органов. Поподробнее почитать про то, что это позволяет делать, и как может вам помочь в жизни, вы можете вот по этой гиперссылке, и, соответственно, подключить тоже очень несложно, подключиться к отчетности онлайн можно сразу сейчас. И если бы, ну, скажем так, это была просто рекламная акция, то мы бы на ней не останавливали внимание, но сейчас допустим, в бухгалтерии начал работать сервис личный кабинет, например, ЕНС, и те, кто применяет вот этот сервис 1С отчетность, имеют возможность сразу настроить взаимодействие с личным кабинетом, и тогда получается, что, например, единый налоговый платеж, вы можете получать достаточно оперативно из него информацию, смотреть, что там происходит, ну, и, соответственно, там делать корректировки, ну, разные действия, которые сервис позволяет производить. Поэтому я на нем немножко остановлю ваше внимание. Ну, и вот декларация по НДС у нас, соответственно, в разделе регламентированный учет, и, в общем-то, здесь у нас, как вы знаете, присутствуют и книги покупок, книги продаж, но на самом деле хотелось мне показать вам немножко другое, то есть это стандартная декларация, которая претерпела изменения, вот в прошлом году, которые были, и поскольку мы работаем на последней, на последнем релизе, смотрим с вами, то, соответственно, и форма регламентированного, регламентированной отчетности по НДС у нас уже обновлена. И здесь мы можем уже, как вы видите, с последними изменениями и дополнениями, видеть эту декларацию и заполнять соответственные разделы. То есть, если я при формировании нажимаю заполнить, у меня программа берет из, собственно, введенных документов, формирует определенные формирует декларацию. А обратить внимание, я хочу вот на что. То есть, на самом деле, например, в разделе 2 у нас указаны коды. Это строка 70, и, как вы видите, код операции. Так вот, в эти коды были внесены изменения и уточнения. Коды у нас встречаются в разных разделах декларации, встречаются и в третьем разделе, то есть, приложение номер 1, и в разделах 4, 5, 6, и в разделах 8, 10. Коды разные, то есть, встречается код операции, когда мы переходим и смотрим, какой код выбрать. Почему были внесены изменения? Потому что появились новые коды. Новые коды. И, соответственно, когда вы формируете и вводите в программу какие-то первичные документы, то, соответственно, нужно проверить, внесены у вас эти коды или нет. Если у вас обновление, допустим, стоит последний релиз, то с вероятностью 99%, что эти коды уже загружены, но если релизы какие-то предыдущие, то вполне может быть, что не загружены оказались эти коды, и тогда вам нужно проверять первичку на предмет соответствия видов деятельности, которые применяются, и кодов, которые сейчас вы используете. Возвращаемся снова к нашим слайдам. Так, это лишнее. И снова про журнал полученных и выставленных счетов фактур. Значит, как вы знаете, раньше все абсолютно компании, без исключений, записывали в журнале учета, то есть все полученные счета фактуры. Сейчас это делается в автоматическом режиме, но мы помним, что у нас было новое постановление, и теперь в журнале учитывается еще систему прослеживаемости. Переключаемся с вами снова на наши демо базы, и, допустим, у нас в разделе финансовый результат и контролинг есть очень удобный сервис, вот это у нас раздел НДС, и у нас есть рабочее место помощник по учету НДС. на самом деле он очень комфортный, помогает проанализировать состояние вашего учета, но и оперативно ищет ошибки. Я его сейчас запущу. Вот так. То есть я думаю, что вы с ним все сталкивались, и прелесть вот этого сервиса в том, что практически все ошибки, которые у вас могут быть, то есть если мы выбираем, например, какую-то организацию, ну пусть у меня это будет деловой союз, я буду думать, что он у меня НДС, хотя на самом деле он просто на общем резюме, то, соответственно, формируется какая-то отчетность. И мне будет показано и даны пояснения, что где у меня допущены ошибки и как мне их можно исправить. И обратите внимание, здесь есть раздел прочие операции и раздел прочие операции это в общем-то самый вредоносный наверное раздел из этого сервиса, потому что это ручные записи. А что такое ручные записи? Это значит, что при внесении документов вы где-то нарушили технологию обработки этих документов. То есть что-то вы либо пропустили, либо записали неправильно и теперь вам необходимо с помощью ручного редактирования эти ошибки исправлять. То есть делать ручные записи в книгу либо покупок, либо продаж. Ну в книгу продаж это реже встречается такая ситуация, когда надо делать записи. Ну а вот к сожалению книгу покупок это да. обратите внимание, что у вас могут быть счета фактуры, которые заблокированы для вычета НДС. Заблокированы они могут быть по разным причинам. Ну например у строителей часто бывает такая ситуация, когда например вот в эксплуатацию задерживается или еще что-то. То есть в этом случае вам надо не пропустить в дальнейшем, то есть когда вы начинаете формировать отчетность, вам надо обязательно проверить перечень заблокированных счетов фактур, чтобы не пропустить период, когда вы можете снять эту блокировку и принять их к вычету, то есть включить нужный журнал. И обратите внимание на раздел регламентной операции. То есть соответственно нужно регламентную операцию провести для того, чтобы посмотреть например как у вас происходит распределение НДС и как отражаются эти документы. И вот такая пиктограммка вопросительный знак вам помогает. То есть это контекстная справка позволяет прокомментировать что такое, для чего нужно отражение документов, например распределение или формирование по партиям. Ну соответственно запускаем мы вот через обновить состояние операции и когда происходит это обновление мы с вами уже можем посмотреть например как распределился НДС. То есть видите у меня по партиям нет движения поэтому соответственно вот такой комментарий. Перейдя по нему мы можем посмотреть более подробно и отчеты по НДС. А еще у нас с вами вот здесь вот есть сервис по проверке ведения учета. То есть как вы видите сервис достаточно большой объемный и все аспекты позволяет проанализировать. так это я сейчас закрою чтобы у нас еще обратите внимание то есть там где у нас отчеты по НДС то что я вам говорила про заблокированные здесь есть возможность проверить состояние этих заблокированных счетов фактур и по каким причинам мы применили такую функцию. так снова возвращаемся снова смотрим нашу декларацию и возвращаемся к нашим слайдам возвращаемся к нашим слайдам для того чтобы посмотреть вот такую информацию сейчас как я уже говорила журнал учета счетов фактур формируется в электронном формате и собственно говоря кто на текущий момент обязан вести журнал то есть как таковой журнал вести отдельно нам не нужно журнал формируется при вводе документов и соответственно вводится на экран в электронном формате мы можем его распечатать если это для каких-то ситуаций необходимо но вести журнал как обязанность у нас продолжают агенты то есть по агентским договорам если например мы действуем как комиссионеры или субкомиссионеры в этом случае мы тоже обязаны вести журнал учета и как я уже говорила для строителей то есть для застройщиков почему комиссионные потому что в качестве допустим агентов мы можем принимать или реализовывать какие-то согласно договору какие-то производить телодвижения от своего имени за счет комиссионеров или за счет комиссионеров от ихнего имени в этом случае естественно независимо от того какой у нас какая у нас система налогообложения мы соответственно будем счета фактуры выставлять и принимать в соответствии с нашим комиссионным договором перечень которые перечень компаний которые обязаны вести учет у нас опять же опирается на постановление 1137 то есть уже достаточно старая поэтому нужно обязательно учитывать последующие ну как бы корректировочные законодательные инициативы и собственно говоря те лица которые у нас обязаны вести журнал могут не оформлять журнал если происходит реализация товара иностранным фирмам но сейчас у нас с этим как вы знаете достаточно большие проблемы из-за санкций то есть это тоже скажем так проблемный пункт продают товары по поручению комитента покупателям и по условиям договора с заказчиком включают стоимость товаров которые от своего имени продают то есть включают расходы вот в этом случае нужно быть более внимательным смотреть отчего же у нас все-таки действует на данный момент потому что положение например по реализации товара иностранным фирмам не состоящим на налоговом учете практически может ну практически может изменить те требования которые сейчас предъявляются и к этому бизнесу и к этим предприятиям и к этим операциям вы видите я сейчас вывела на экран слайдик по правилам работы с журналом как я уже говорила журналы вы должны вести если только относитесь к определенным категориям посредников кроме ведения журналов и их требуется оформлять и предъявлять в налоговую инспекцию ежеквартально вот это тоже достаточно под вопросом обратите внимание потому что сейчас предоставление в налоговые органы многих документов в печатном формате не требуется то есть только в электронном формате и то ну не всегда то есть не запрещено пожалуйста как бы вы можете распечатать если у вас есть лишние средства на приобретение бумаги и так далее но в обязательном порядке вы этого не должны делать требования в хронологическом порядке сохраняются и вот здесь с распечатыванием есть очень интересный момент потому что достаточно распространены ситуации когда у вас например есть опоздавшие документы то есть вы получили например какие-то услуги или товары а документация была отправлена почта и пришла с некоторым опозданием если это как бы в течение в рамках одного налогового периода то проблем не возникает а если вы в рамках разных налоговых периодов то есть переходом налогового периода из одного квартала в другой то в этом случае возникает проблема а несмотря на то что вы в электронном формате как бы сверку сделали в электронном формате видите что эти документы оформлены были отправлены физически вы их не получили то есть доказать что вы по срокам получения включили в другой формат достаточно несложно ну во-первых нужно сделать запись в журнал учета входящих документов то есть входящей корреспонденции и потом отразить по дате фактического получения в этом случае она у вас вполне закономерно может быть отражена в книге в журнале той датой когда она к вам поступила но опять же в этом случае нужно учитывать ситуации когда например вы получили такой документ в результате каких-то ваших активных действий что вы там требовали чтобы вам были предоставлены такие документы или как-то еще в этом случае нужно обязательно учитывать что получить в бумажном формате этого недостаточно то есть это должно быть отражено в электронном виде и второй момент то есть когда вы делаете сверку по контрагентам по НДС этот документ должен быть отражен в обязательном порядке там еще к правилам работы с журналом счетов фактур как я уже говорила относится правильность использования кодировки то есть коды вот вы видите здесь у меня есть пункт что проверяйте коды операции после окончания каждого квартала в нашем случае это после четвертого квартала ну и собственно говоря пункт по 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 передаче журналов налоговикам здесь как бы нужно помнить про подписи или про доверенность то есть если у вас оформлена машина читаемая доверенность то соответственно она должна быть приложена и то есть сами журналы журналы учета счетов фактур как я уже говорила так же как книги покупок книги продаж должны храниться минимум 4 года мы исходим из того что поскольку срок хранения самих счетов фактур у нас 5 лет то мы храним и журналы учета тоже 5 лет ну это так сказать перестраховка и в общем-то ну просто перестраховка если можно так сказать и здесь у нас есть еще немножко такой нормативной информации которую мы сейчас с вами проговорим и еще раз вернемся к нашим демо-базам значит снова я переключаюсь на нашу ERP с домобазу и у меня сейчас декларация здесь на экране и я хочу посмотреть например раздел 8 это когда мы смотрим книги покупок книги продаж то есть вот они ну поскольку у меня компания не является плательщиком то соответственно в этом случае посмотреть так особо мы не сможем подразделе финансовый результат и контролинг у нас с вами счета фактуры таможенные документы рабочее место выделено как вы видите отдельно выделено жирным шрифтом и сейчас если мы зайдем туда то мы увидим вот такую картинку то есть это журнал документов всех как вы видите мы можем допустим отсортировать по виду операции по дате операции ну то есть по разным параметрам отсортировать документы ну мне хотелось вот так сейчас мы с вами сделаем обратите внимание вот я сейчас остановилась на сводных справках когда мы с вами можем применять сводные справки это если например вы делаете реализацию физическим лицам то есть когда они выписываются не выписываются счета фактуры и вот например счет фактура которая у нас августом татирована и создана она у нас на основании конкретного документа мы можем посмотреть отчет по отчету можем посмотреть структуру документов то есть иерархию на основании чего у нас было сделано вот приобретение вот насчет фактура полученной обратите внимание когда идет подготовка обычно к закрытию кода часто возникают проблемы с тем что здесь вот код операции у нас выбран неправильно как вы видите здесь у нас достаточно много достаточно большой перечень то есть автоматом по умолчанию у нас поставляется например какой-то конкретный код на самом деле 0 1 это только один из наиболее частных частых случаев когда идет поступление товаров услуг и так далее если возникают корректировки или какие-то другие изменения то соответственно мы должны выбрать и другой код в этом случае декларация будет формироваться уже другими показателями и уже по-другому будет отражена и в книге покупок и в книге продаж вот это к сожалению ошибка которая возникает очень часто и например вопрос а у меня неправильно формируется декларация по НДС зачастую связана с тем какой код здесь указан то есть например возврат от покупателя возврат каких-то возврат других случаев зачеты изменения проведения взаимозачетов изменения в связи с корректировками вот здесь должны сопровождаться нужным нужным пунктом это к вопросу о кодах операции как мы про них уже говорили но тем не менее так нам не надо сохранять изменения не будем так собственно говоря после после того как мы проверили соответствие первичных документов то есть накладных и выписка счетов фактур это мы делаем через помощник по учету НДС то есть в этом случае у нас будет вот в этих вот разделах указано что например нет счет фактуры на реализацию например ну это бывает крайне редкий случай такой рассеянности но тем не менее или у нас какие-то поставки покупки не сопровождены счетовым фактурам то есть счетовым фактурам не внесли документ счет фактуры в журнале выделен сейчас один момент я покажу так возьмем например то есть у нас например с вами есть документ поступления товаров но нету к нему выписан счет фактуры то есть у нас при отчете по структуре подчинения будет отсутствовать ну например документ реализации товаров или так ну как будет отсутствовать этот документ но в самом документе у нас с вами будет вот такая картинка сейчас он запустится табличная 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 часть часть колонка ндс то есть если у нас вот тут указана вот такая картинка а сама счет фактура не оформлена то соответственно программа нам выдаст ошибку что у нас не соответствует то есть в этом случае нам нужно проверять какой вид цены у нас указан потому что при создании цены у нас в первую очередь представляется вот такой чекбокс то есть красивая зеленая галочка она включает чекбокс в этом случае в документах реализации у нас появляются вот эти две колонки в которых выделяется ну естественно ставка ндс и сумма ндс то есть на основании анализа регистров программа выдает ошибку что если у нас присутствуют эти колонки то естественно у нас должен присутствовать счет фактура для оформления вот этих вот цифр так это мы закрываем и закрываем то есть соответственно для того чтобы вы комфортно и правильно работали с счетами фактурами вам нужно понимать что они привязаны к видам цен и взаимосвязанным так и снова мы возвращаемся с вами к нашим слайдикам и вот такая информация то есть кроме того что мы с вами можем выставлять документы по корректировке то есть выставлять корректировочную стоимость корректировать НДС в случае увеличения цены или каких-то других нахождений других ошибок то у нас могут быть случаи когда счет фактура у нас вообще выставлено либо неправомерно либо вообще непонятно из-за чего при этом есть разница то есть если мы хотим аннулировать нашу счет фактуру или мы выставляем нулевую счет фактуру то есть это на самом деле большая разница то есть это разные ситуации и в чем они отличаются нулевую счет фактуру могут выставить организации если они не являются плательщиками НДС ну например упрощенцы по просьбе контрагента ну скажем так это случай который ну в общем-то не совсем ординарный потому что компания конечно может требовать выставьте мне НДС этот счет фактуру с нулевым НДС ну скажем так давно уже предприятия не ведутся на такие просьбы потому что это требует дополнительно некоторых дополнительных и не дополнительных документов и соответственно если мы не являемся плательщиками НДС то при выставлении счета фактуры мы должны будем указывать и книгу покупок или продаж ну соответственно если это допустим наши контрагенты покупатели то соответственно книгу покупок редактировать и подавать декларацию поэтому выставляют нулевые счета фактуры в общем-то компании с опаской научились уже очень давно а вот в чем же вопрос если аннулировать необходимы счет фактуру здесь нужно учитывать что аннулирование счет фактур достаточно тоже необычный трудоемкий процесс то есть просто аннулировать счет фактуру без дела как будто ее никогда не было мы не можем необходимо ее исключить из журналов то есть из книги покупок из книги продаж в зависимости от того какая она была а с 1 июля 21 года у нас в связи с прослеживаемостью используются новые счета фактуры и соответственно в этом случае даже если вы например не являетесь плательщиком МДС то все равно новый бланк должны учитывать если корректировка происходит за какие-то старые периоды на это нужно обращать внимание именно аннулировать счет фактуру мы можем не всегда то есть ну во-первых если выставлен счет фактура с ошибками которые налоговики проверяют пристально то есть реквизиты неправильно указан ИН например неправильно указаны какие-то другие критичные данные но в этом случае мы можем аннулировать первичный документ который выставлен с ошибками и после этого создать новый документ но вот такой процесс в общем-то достаточно трудоемкий потому что в некоторых случаях достаточно корректировочно счет фактуру указать ситуации можно про иллюстрировать вот такой картинкой то есть в каких случаях нам необходимо либо аннулировать либо составить корректировочную счет фактуру как вы видите ситуации бывают ну практически их не очень много и в общем-то все такие процедуры у нас сопровождаются дополнительным листом который мы составляем либо в книгу покупок либо в книгу протаж то есть вот мы указываем сведения про аннулированный счет фактур в качестве итога можно всю эту информацию аккумулировать таким образом то есть если у нас появилась ошибочная счет фактура и соответственно ее отразили либо в книге покупок либо в книге продаж то аннулировать такую счет фактуру и мы можем и соответственно скорректировать необходимые записи книги покупок и в книге продаж как я уже сказала если это происходит в рамках одного периода то это проще записи мы делаем в книгах или в доп-листах ну и соответственно данные в книгах покупок и книгах продаж всегда указываются с минусом то есть мы указываем счет фактуру и указываем ее с минусом мы с вами в общем-то сейчас поговорили про все случаи когда какие у нас возникают сейчас ситуации при работе счет факту со счетами фактурами то есть при подготовке отчетности по НДС и хочу обратить внимание еще на пару дополнительных сервисов сейчас мы быстренько с вами переключимся снова на эту на демо-базу и раздел регламентированный учет то что нас интересует соответственно начинается всегда с того что мы сверяем данные с электронной отчетностью с ФНС и так далее и вот здесь мне хотелось обратить внимание на пару сервисов как я уже говорила первый сервис это 1С отчетность который сейчас используется и как возможность напрямую работать с сайтом налоговых органов так и допустим более комфортно работать например с личными кабинетами по ЕНС но кроме этого у нас с вами есть еще вот такой раздел личные кабинеты и мне хотелось на них остановить немножко ваше внимание потому что у нас есть личный кабинет юридического лица и личный кабинет налогоплательщика то есть в соответствии с данными по ЕНН мы можем там смотреть состояние расчетов с налогами органами в онлайне вносить какие-то изменения и так далее то есть это самый так сказать главный личный кабинет который у нас есть из сервисов и второй сервис это работа с СФР как вы видите в скобочках это бывший ФСС значит вот эта ссылка по этой ссылке мы с вами переходим в раздел где мы можем работать с актами проверок с начислением штрафов то есть с общей информацией и вот такая ссылка тоже как видите бывший ФСС это электронный кабинет по работе с листками с электронными листками нетрудоспособности с допустим с тарифами с кодами ну то есть со всеми соц со всем соц обеспечением вы знаете что электронные листки нетрудоспособности у нас сейчас только в электронном формате используются и соответственно медицинские учреждения поликлиники больницы сразу передают сведения по электронным листкам в соответствующие органы то есть собственно говоря личные кабинеты помогают видеть своевременно документы которые выпущены медицинскими организациями то есть это еще один вид личного кабинета а вот портал статистики и портал и ссылка банки россии вот это банки россии это достаточно новый сервис а статистику я вам обращаю на него внимание по такой причине потому что с 2022 года статистика применяет реальные штрафные санкции за несдачу или несвоевременную сдачу отчетности это до 70 тысяч и при повторном правонарушении это до 150 тысяч согласитесь очень обидно платить такие деньги за то что вы не нашли 5 минут для того чтобы зайти на сайт и по ИНН проверить какую отчетность вы должны сдавать то есть вот здесь вот было много изменений статистика внесла много новых отчетных форм в частности связанных с сотрудниками с их заработной платы с численностью и так далее поэтому просто перейдите по этой ссылочке введите свой ИНН и посмотрите под какие выборки вы попали то есть что вы должны сдавать в какие сроки потому что у статистики есть отчеты которые надо сдавать например либо ежемесячно либо ежеквартально но есть отчеты которые надо сдавать например разу в два года а вот ссылочка Банк России вот в этом случае очень удобный сервис не так давно появившийся практически у наверное большинства компаний есть какие-то кредитные продукты которыми вы пользуетесь то есть может быть это кредит в банке займ кредитная линия вердрафт всякие и так далее и вы должны в банк с определенной периодичностью например раз в месяц или раз в квартал предоставлять подтверждающие документы что ваше предприятие находится на плавоне имеет средства для погашения кредита и так далее то есть подавать какой-то комплект документов чаще всего это естественно расшифровки по ОСВшкам то есть по обороткам по основным средствам по ТМЦ в этом случае вот такой сервис Банк России позволяет составлять комплекты таких отчетов указывать например в случае изменения доверенности если например перевыпущена доверенность на другого сотрудника и так далее ну то есть ввести актуальную актуальный информационный обмен мы снова возвращаемся к нашим слайдикам простите пожалуйста к нашим слайдикам и я хочу вернуться к нашему титульному листу еще раз напомнить вам наши контакты то есть наши электронные почты телефоны телеграм контакты и поблагодарить вас за время которое вы для нас выделили за интерес к нашим мероприятиям и хочу сказать что мы будем очень рады сотрудничать с вами приглашаем вас к сотрудничеству у нас большой опыт серьезные специалисты так что милости просим на этом разрешите закончить нашу встречу всего доброго хорошего дня спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok